Огромное здание с национальными узорами, полы с подогревом, лифты и гостиница. В Сургуте в этом году начнется реконструкция железнодорожного вокзала. Проект уже утвержден, подрядчик определен. Строительные работы начнутся в марте. Этого события сургутяне ждали много лет, поскольку сооружение уже не вмещает всех пассажиров. Лия Накиямова продолжит тему. Любовь Иванова застала еще те времена, когда кассиры билеты выписывали, заполняли данные вручную. А заказать проездной талон по телефону было роскошью. Это было 40 лет назад. Тогда женщина только устроилась на работу диспетчером. Вокзал располагался в деревяшке. Застала времена, когда строили и это здание. Теперь она на пенсии, но продолжает работать в родных стенах, только в торговой точке. Говорит, что и это сооружение уже устарело. Вот это вот все валится сверху на головы пассажирам, и на наши головы все сыпется сверху. Я вытираю постоянно тут и от голубей, и пыли, и все. Железнодорожный вокзал Сургута построен в 1988 году. Его общая площадь больше 5000 квадратных метров. Ежедневный пассажиропоток составляет почти 2500 человек, хотя рассчитан всего на 700. О необходимости реконструкции вокзала в городе говорили давно. Три года назад, как говорится, лед тронулся. Правительство Югры и акционерное общество договорились об обновлении здания. Сургутяне принимали участие в выборе внешнего вида. По итогам голосования выбран вариант с белым фасадом, который украсят национальные узоры ханты. Если бы реконструировали, чтобы моста не было, ходить через мост, то если бы подземный переход бы сделали, вообще бы супер было бы. Комната отдыха, чтобы были там, да, где-то отдохнуть. Мне не сильно нравятся различные, ну вот различные постройки, например, как вот этот. Как-то серенько все. Ну это такой молодежный взгляд просто. Кто на коляске вот эти инвалиды, им же тоже надо пандус, чтобы, как сказать, сами они поднимались. По проекту в обновленном здании безбарьерной среде будет уделено особое внимание. Здесь появятся пандусы и лифты. В целом сооружение увеличится в два раза. А это значит вопрос о большом пассажиропотоке закроется. Здесь появятся комнаты матери и ребенка, гостиница, комфортный зал ожидания и камеры хранения. Также будет обновлена система инженерных сетей, вентиляция, освещение, теплоснабжение. Кстати, на первом этаже полы будут с подогревом. Также хотел бы подметить, что будут применены функции умного обеспечения жизнедеятельности самого вокзала. То есть будут отдельные помещения, которые будут в режиме автоматическом следить за системами функционирования. Реконструкция железнодорожного вокзала будет проходить в два этапа. Работы обойдутся в 2,5 миллиарда рублей. Уже в этом году начнется частичный демонтаж здания и строительство новых помещений. Следующим шагом будет строительство пешеходного перехода. Лиана Киямва, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.